Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Консультации лучших врачей страны в дистанционном формате подведены итоги серии консилиумов, ставших спасительными для многих дагестанских пациентов. Награды военным медикам глава Дагестана отметил труд врачей полевых госпиталей Минобороны в Дагестане. Новые льготы первые многодетные семьи в Дагестане получили освобождение от налогов. В Дагестане заработают еще 40 организаций общепита. Председатель региональной ассоциации рестораторов республики Софижат Магомедрасулова представила премьер-министру Дагестана список из 40 организаций общепита и попросила разрешить им работать. Главный санитарный врач республики Николай Павлов дал согласие на это при условии, что заболеваемость коронавирусом в Дагестане будет снижаться. Детские сады и образовательные учреждения Дагестана также вернутся к работе при соблюдении рекомендации Роспотребнадзора. Это произойдет в рамках второго этапа снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Социальные объекты заработают с условием строгого соблюдения рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, все педагоги, работающие в дошкольных образовательных учреждениях, обязательно пройдут обследование на COVID-19. Пандемия перевела в дистанционный формат многие сферы деятельности. Это коснулось и самой медицины. Недавно завершилась серия телемостов между врачами из Москвы и региональными специалистами, организованные Фондом развития науки и инновации. Во время пика эпидемии дагестанские врачи могли напрямую обратиться за консультацией по поводу лечения больных консилиуму высококвалифицированных врачей и профессоров медицинского центра МГУ. Итогами дистанционных консилиумов с региональными врачами поделились титулованные московские специалисты. Сюжет Хадижи Курбановой. Продолжение темы. Уверенность в том, что мы победим вместе, мы победим эту зарану. Бог даст, иншаллах. Спасибо большое. Это был первый, но не последний телемост между дагестанскими и московскими врачами. Два месяца назад медики начали практиковать дистанционные консилиумы с большой надеждой на улучшение ситуации. Сегодня обстановка на фронте борьбы с вирусом действительно ощутимо стабилизировалась. И врачебный обмен опытом – один из поспособствовавших этому факторов. Такого мнения придерживаются и профессоры федерального центра. Я оцениваю очень высоко наших коллег в Дагестане. Но вместе с тем им нужна была помощь. Та помощь, которая ковалась и в нашем центре буквально каждый день. И поэтому говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках. И поэтому, чтобы не допускать их, конечно, надо было очень быстро передавать опыт в регионы. И я считаю, что даже не надо было туда ездить, а надо было просто дать возможность такими дистанционными телемостами обсуждать пациентов. И вот что меня удивило, это фантастическая подготовка докторов из Дагестана, с которой мы разговаривали на абсолютно одном языке. Но если говорить про Дагестан, это Северный Кавказ, мы имели такие же контакты с коллегами в Чечне, в Северной Осетии. Это совершенно потрясающие люди. Я не говорю про их самоотверженность и чувство долга и так далее, но именно по уровню медицинской подготовки. Это замечательные доктора, которые прекрасно знают, что делать. Разбор томографических снимков пациентов, обсуждение истории их болезней и корректировка схем лечения тяжелых больных. Все это активно происходило в онлайн-формате. Ежедневно по два раза в день врачи совещались буквально по каждому больному, чьи состояние вызывало опасения. Вопросов возникало много. Болезнь новая и не исследована в полной мере. Поэтому стратегия лечения формировалась буквально на ходу, исходя из опыта. Безусловно, все это создавало определенные трудности, признаются врачи. Одно из направлений – это противовоспалительная терапия. Второе направление принципиальное почти сразу стало понятно, но на это не обращали внимания, что вирус приводит к выраженному повреждению сосудистого русла и увеличению активации свертывающей системы крови. Поэтому все пациенты, которые поступали к нам в центр, вне зависимости от тяжести и состояния, к нам легкие не поступали, но были более тяжелые, были менее тяжелые, были совсем тяжелые. Но неважно, все пациенты получали антикоагулятную терапию, то есть препараты, которые очень сильно разжижают кровь. И это сейчас понятно, что они должны применяться у всех пациентов, но мы это начали еще тогда, когда в Германии, в Соединенных Штатах, в Италии их применяли у 15-18, максимум 20% людей. И третья терапия – это терапия, которая направлена на снижение фибротического процесса в легочной ткани. Схемы лечения совершенствуются и дорабатываются по сей день. И чтобы оценить эффективность врачебной тактики и ее результативность, понадобится время. Однако уже сегодня многих тревожит одна только мысль о приходе второй волны заболеваемости. Выработался ли коллективный иммунитет у жителей Дагестана? И насколько сильно защищены те, кто все-таки принес болезнь? Эти вопросы волнуют сейчас многих. Но иммунитет, как говорят специалисты, несмотря ни на какие прогнозы, уже сейчас стоит укрепить. Здесь, я думаю, как и другая инфекция, этот вирус мутировал и неоднократно. И какой он будет через какое-то время, как он к нам вернется. Потому что, если говорить о коронавирусной инфекции, она существует очень давно. И она имела разные свои проявления. Но я не думаю, что сегодня нам необходимо говорить об этом как о чем-то таком страшном, опасном. Потому что любая паника, с моей точки зрения, она намного хуже влияет на иммунитет, чем сам вирус, который попадает в него. Вся наша, наверное, медицина в целом, она должна перестроиться и стать действительно профилактической, превентивной медициной. Когда мы заботимся о здоровье здорового человека, создавая предпосылки, которые позволяют не заболеть. Врачи и ученые всего мира сегодня заняты разработкой лекарства от нашумевшего заболевания, напугавшего весь мир. Пока остается только гадать, как повезет себя этот вирус. Но в одном уже сейчас можно быть уверенными точно. С помощью современных технологий ученые с мировым именем смогут поделиться опытом с врачами нашей республики в любой момент. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Церемония награждения медиков в военных госпиталей прошла сегодня в правительстве республики. За оказанную Дагестану помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией наградами были отмечены медики мобильных многофункциональных госпиталей Минобороны России, которые завершили свою работу в селении Ботрих и в городе Буйнакск. Военврачам полевого госпиталя в Ботрихском районе также вручили благодарственные письма главы Дагестана. Для этого с приятной миссией Ботрих посетил министр здравоохранения республики Джамалдин Гаджи Ибрагимов. Совместно с исполняющим обязанности главы Ботрихского района Русланом Гамзатовым, он встретился с личным составом мобильного полевого госпиталя, развернутого на территории войсковой части. Руководитель Минздрава поблагодарил военных врачей от лица руководства и жителей республики за помощь в борьбе с коронавирусом и поддержку в сложной ситуации. Военным медикам Минобороны России Гаджи Ибрагимов вручил благодарственные письма за вклад в борьбу с новой инфекцией главы Дагестана Владимира Васильева. Напомним, что полевой госпиталь, развернутый в Ботрихе, завершил прием больных 2 июля. Начальник филиала номер один федерального государственного казенного учреждения 419 военного госпиталя. Первые многодетные семьи в Дагестане получили освобождение от налогов. Так, полностью освободили от транспортного налога одного из родителей, который усыновил четверых несовершеннолетних детей. Налоговые льготы для многодетных семей действуют в России с января этого года. Для получения льготы нужно подать заявление. Документы, подтверждающие, что гражданин многодетный родитель, можно получить в органах социальной защиты населения или в офисах МФЦ. Более 60 тысяч дагестанских семей не подали заявление на получение выплат от Пенсионного фонда. Семьи, обладающие правом на получение ежемесячных или единовременных выплат, пока не воспользовались им, либо допустили неточности в процессе заполнения заявлений. Всего по республике получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет 480 тысяч семей. Поэтому Пенсионный фонд республики напоминает, до октября еще возможно дистанционно подать заявление для получения полагающихся выплат и пособий на портале госуслуг или обратившись лично в отделение фонда. Рост сети Северный Кавказ обеспечит бесперебойное энергоснабжение 67 объектов для сдачи ЕГЭ в Дагестане. В случае возникновения нештатной ситуации энергетики будут готовы оперативно выехать на место проведения ЕГЭ и устранить неполадки. Кроме того, в дни выпускных испытаний будут отменены все плановые ремонтные работы на оборудовании, обеспечивающем электроснабжение пунктов приема экзаменов. Всего в зоне операционной деятельности электросетевой компании 251 пункт приема ЕГЭ, где свои знания в этом году проверят более 41 тысячи выпускников. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»